Канал научпоп представляет Переводчик Елена Тололасова, редактор Юрий Цветаев То, что вы делаете прямо сейчас, в этот самый момент, вас убивает. Технология, которой вы пользуетесь каждый день, чаще, чем интернетом, машинами, этим маленьким мобильным устройством, о котором мы не прекращаем говорить, это вот это. Ваш зад. В наше время люди сидят 9,3 часа в день, а это больше, чем мы спим. 7,7 часа. Сидеть на месте настолько привычно, что мы даже не задумываемся, как долго мы это делаем, и от того, что все остальные тоже этим занимаются. Нам даже не приходит в голову, что это неправильно. В этом смысле сидение на месте стало курением нашего поколения. Разумеется, последствия для нашего здоровья ужасны, и дело не только в объеме талии. Такие болезни, как рак груди, рак туэлстой кишки, в 10% случаев непосредственно связаны с недостатком физической активности, сердечные заболевания, в 6% случаев, диабет второго типа, от которого умер мой отец, в 7% случаев. Любая из этих цифр должна бы убедить нас чаще поднимать свой зад. Но если вы хоть чуть похожи на меня, этого не случится. Что действительно подняло меня с места, так это социальные взаимодействия. Один человек назначил мне встречу, но не смог вписать ее в график в качестве обычной встречи в конференц-зале, и тогда он сказал мне, «Завтра мне нужно выгулить собак, вы сможете подойти». Это показалось мне весьма странным. И я помню, как во время первой встречи я думала, я должна задать следующий вопрос. Я знала, что запыхаюсь во время этого разговора, и все же я переняла эту идею и взяла ее за правило. Так что вместо встреч за чашечкой кофе, или встреч в залах с искусственным освещением, я зову людей на встречи про Гуки, проходя таким образом 30-50 километров в неделю. Это изменило мою жизнь. Раньше же происходило следующее. Я думала, что можно либо заботиться о здоровье, либо выполнять обязанности. И что это взаимоисключающая вещь. Сейчас, несколько сотен встреч прогулок спустя, я кое-чему научилась. Во-первых, потрясающие последствия выхода за границу офиса, в расширении границ мышления, кроется ли причина в свежем воздухе или в самом упражнении, но метод определенно работает. Вторая, более глубокая мысль, заключается в том, что зачастую мы считаем, что решить две проблемы одним махом невозможно, когда на самом деле это не так. И если мы собираемся решать проблемы и смотреть на мир совсем по-другому, будь то, управление, бизнес, экология, создание рабочих мест, нужно подумать, с какой стороны подойти к этим проблемам, чтобы убить несколько зайцев сразу, потому что именно когда появилась идея о встречах, прогулках, решение нескольких проблем одновременно стало возможным и эффективным. Я начала выступление с разговора о пятой точке, а сейчас расставлю все точки над «и». Ведите переговоры на ходу, совмещайте одно с другим. Вы удивитесь, насколько свежий воздух способствует свежим мыслям. Последовав моему совету, вы впустите в свою жизнь совершенно новые идеи. Спасибо.